Здорово, друг! Или подруга! Я ко всем обращаюсь, между прочим. В общем, у Брайна неожиданно вышел видос. Мы такие сидели и вообще не ожидали. Пришло уведомление, и мы думаем, ну, естественно, мы сейчас его посмотрим вместе с вами. Он будет готовить, судя по названию, сливочное пиво из Гарри Поттера. И, походу, новая кухня в его новой квартире, возможно, может пострадать. Но мы сейчас это и в этом узнаем. Поехали! Автофокус-то работает? Как не работает? Определились, ну да. Всем привет, друзья, с вами Брайан. Соня ловит. И как только я переезжаю, в первом же видео я собираю рубрику «Брайан пытается готовить». Он сразу захочет вот квартиру обновить. А, слушай, может быть, он хочет показать сразу себя во всех красе для своего арендодателя? То есть, возможно, его арендодатель подписан на канал Брайана. Да, и смотри, сейчас я твою квартиру начну портить! Таким способом, да, он проверяет своего арендодателя, насколько у него строчивая психика. Ну, просто сразу проверяю кухню на стрессоустойчивость с моей стороны. Если все проходит удачно, значит, жить можно. Сегодня мы будем варить пивас. Сливочный пивас из Гарри Поттера. Те, кто смотрел фильмы, знают про этот напиток. Я когда читал книгу, так звучит непривычно. Сливочное пиво. Я читал книгу. Прикол. Ладно, на самом деле, когда я читал книгу, мне было лет 9. Я всегда мечтал попробовать на вкус... Я даже не представляла вкус. ...напиток. Как мне казалось, он божественный. Божественный ли он на самом деле? Узнаем всего. Вот ты думал, ты что же знаешь про сливочное пиво, да? Нет, впервые я слышу. В фильме тоже было. Они же Хоксмитт, помнишь, деревня? Они ходили туда и пили сливочное пиво. Ну, короче, ладно. Как ты смотрел вообще? В общем, когда они спили это сливочное пиво, я слышала, что было как-то интересно представить. Я думала, ну, какой-то такой вкусный. Это какой-то вкус такой, как молочный. Или какой-то вкус конфетный. А потом я думала, блин, там же пиво. Оно же, наверное, горькое. Вот как ты думаешь, какой вообще может быть вкус у сливочного пива? Коктейль молочный. А пиво, там же пиво, слово ключевое. Просто пиво ключевое. То есть он будет горький? То есть он будет горький? Нет, горький, потому что хмель должен быть. Я знаю, я представляю, как будет, знаешь, как ириска. Вот по вкусу, как ириска какая-то. Соня, ага, я посмотрел рецепт. Первое, что нам нужно, сделать домашний карамельный сироп. О, это же как ириска. Можно растопить сахар. Ну да. Зачем я это объясняю? Что это пиво называется? Я считаю, как готовить. А самое интересное, если люди сюда заходят, надеюсь, увидят рецепт, а получают это. Это не лайфхак. Нужно положить сахар. Это не гайд. И поставить ее на огонь. И да, у меня здесь газовая плита. Знаете, что это значит? Что? Что потенциального контента станет в два, а то и в три раза больше. Ровно как и потенциальных пожаров. Так. Я просто макароны варил. Кастрюлька-то грязная. Да, вы не ослышали. Помыть надо. Я сам варил себе макароны. Брайн, полегче. Слишком самостоятельный. Сам готовлю себе много еды. И как видите, я еще даже живой. Шокинг. Нам нужен 75 грамм сахара. Так. Это 75 грамм? Нет. Не знаю. Я думаю, ровно 25. У нас получилось. О, это чай, допиваю такая штука. Оставайся. Вау. Давай. Офигеть, ё-моё. Да. Ох. А почему не работает? Ну, что надо подержать. Подольше. Не дольше у вас, да, я знаю. У нас жива такая фритая дурацкая. Да. Да. Она какая-то странная. Видишь, не только у нас матка, а тупая плита. О, ты не договорила. Я готовлю в последнее время себе еду сам. Я варю себе макароны. Сосиски. Знаете, почему я сказал макароны? Почему сосиски варис? Не же такое, да. Почему? Потому что, когда я искал очередной рецепт, чтобы мне приготовить на ужин, я наткнулся на канал одной женщины. Она делает рецепты различные. Так. Вот это было близко. И она очень смешно для меня лично разговаривает иногда. Например, однажды она захотела и сварила себе сама вот эти вот макароны-трубы. Что за трубы? Сейчас сварить вот эти макароны-трубы. Что? Ой, что тачки делать? Что это? Я такого не видела. Намок, намок. Оставил кастрюльку. Прекламировал женщину. Чтят? Он застворился. Можно врубить огонь на более мощный. Куда тут более мощный? Чтобы карамель не убежала. От меня не убежит. Скорее, это я от карамели буду бежать, когда тут все нахрен будет гореть. Женщина делает сливочное пиво. Будет себе варить иногда макароны-трубы. Блин. Чтобы потом вкусно покушать. Троллит жесть. Она так даже не говорит все видео. Она один раз так сказала. Трубы. А я просто поймала вот этот ее акцент. И теперь ее везде использую. Твою мать. Например, вот сейчас у меня доварится сахар. Потом мы сделаем из него карамель. Потом нахрен тут все сгорит. Ты тут не просто так стоишь и прохлаждаешься. Мы будем мешать. И следить. Вот так. О, господи, он тут сейчас убьет. Ручку на какую-нибудь положить. Нет, ты сожжешь. Так, Джеральд хорошо там следит? Как думаете? Я думаю, очень хорошо он следит. Что так горелым позвонил? Наверное, что подгорело. Ну да. Надо было перемешивать. Дымится. Господи, у меня глаза слезятся от этого. Карамель, мы не пережгли, и это замечательно. Что? Я не уверена. Примерно чайную ложечку соли надо добавить. Соли? Почему так пахнет горелым? Мне это не нравится. Это то, что ты ее пережег. Ну да, я сюда пахнет. Жалко, что вы, ребята, не можете чувствовать запах через камеру. А может быть, к лучшему? Я думаю, вы бы уже давно вызвали мне пожарных. Но... Масло. Ой. Блин. Ооо, как маслом запахло. В принципе, не так плохо. Теперь пахнет таким горелым маслом. Знаете, да? Нет, не знаю. О, смотрите. Та-та-та-ра-та. Нефть. Так. Что дальше это делать? Тут нужно так все быстро делать, что просто охренеть. Давай. Так, я лучше нож положить. Туда. Смотрите, очень важный момент. Какой? Глядите, что у меня есть. Что? Это нерафинированный коричневый сахар. Сахар нерафинированный. Есть у вас. Нерафинированный коричневый сахар. Сахар нерафинированный. Есть. Он все подготовил. Думаю только. Вот такая вот масса получилась. Выглядит как будто... Как кармель. Как будто дно у кастрюли прогорело. Прикол. Черновато. Потом еще не отмою это я. Да. Кастрюлю можно выбрасывать. Это даже не смешно. Это больно. Но мне почему-то смешно. Твою мать. Я все-таки ударил сам эту херню. Угу. В общем-то карамель мы нашу остужаем. И оставляем здесь. А сейчас мы будем делать сливки. Ну мы просто будем нагревать. Взбивать? Давай. Ням-ням. Нам нужно всю эту красоту нагреть до теплого состояния. Большая кастрюля. То есть чтобы... В общем чтобы гореть... Еще одна испорченная кастрюля. Нам нужно довести сливки до теплого состояния, но не до кипения. Давай. Походу сливок будет уже столько. Давайте поговорим о пиве, раз уж у нас такая тема видео. Я не особо люблю пиво. Я вообще-то не пью вообще-то. Что я сейчас сказал? Я вообще-то не пью вообще-то. А по-моему все-таки пью. Но я не понимаю, для чего и для кого сделано безалкогольное пиво. И в этом есть логика, только если подумать. Да нет. А как еще? А, кстати, давайте сливки-то это... Че я пустую кастрюлю-то развиваю? Безалкогольное пиво сделано для людей, которые хотят пить алкоголь, но не могут. О, молодец. Ты что, нагрел кастрюлю, потом вливает? Так вот, на чем мы остановились. Я вижу логичность употребления безалкоголки. Голкиного. Так что сам придумал. Употребление безалкогольного пива только в том случае, если ты алкоголик и хочешь бросить это. И тебе просто нравится вкус пива, может быть, и ты просто пьешь безалкогольное. Ну, давайте так и привет, люди. А как в теории того, что безалкогольное пиво специально делают, чтобы его покупали детки и пили, соответственно, приучались к вкусу? А вот я так не думала. Настоящее. Не уверен, что это так работает, но такая теория имеет место быть. Я помню, когда я читал... Спаивание массовое население. Я так сказал, как будто это было очень давно и неправда. Ну, так вот, когда я читал Гарри Поттера, вообще я не хотел это делать. Потому что, во-первых, я уже видел фильмы. И что? На тот момент, я не помню, сколько фильмов было. И то. Первую, ладно, часть я начал сам читать. И она мне понравилась. Это было лето, и мне было очень лень вот сидеть и читать книжки по Гарри Поттеру. Таким вот растянутым образом я прочитал 2-3 книги. А потом, внимание, вышла игра Портал 2. И я так захотел лицензированную копию этой игры, которая стоила на тот момент, наверное, рублей... Как связано с Гарри Поттером. ...тысячу. Что для нас было тогда далеко не маленькими деньгами. Я имею в виду, чтобы потратить на ребенка. Ну да. Так я задрал маму с этой игрой, что она мне поставила условие. Если я хочу получить лицензию игры Портал 2, то я должен прочитать оставшиеся 6 частей по Гарри Поттеру. И только тогда она мне купит этот диск. И что вы думаете? Я прочитал их за одну неделю. Мотивация. Потому что, понятно, что так просто бы это не сработало. Так, ладно, возвращаем наш сахар. Подожди, 6? Не нужно, чтобы он... За неделю. Их разве не 7? Всего часа Гарри Поттера. Горелым пахнет на всю кухню. Ну, он давно читал, а еще не вышло. Наверное. Фу, ну и жирные эти сливки. Гадость какая. Гадость. И дальше пьет. 100%-2. Так, ну все, добавляем уже сливки. К пригоревшей карамели. Ммм, пахнет, кстати, не так уж и плохо. Такой сливочно-сливочно-сливочно-сливочно-горелый вкус. Вот такая вот у нас... Нефть. Газ. Волшебная консистенция. Фу. А там тигр и не пробегал случайно, кастрюлю не взял, делал. И теперь нужно остудить этот соус карамельный до комнатной температуры. Примерно на 20 минут. И он все застынет. Ну что ж, сварю сейчас себе вот эти вот макароны-трубы. Вот. Но нет, не сегодня. Ведь у нас сегодня сливочное пиво. Горелого запаха уже практически нету. Ну как? Нет, оно есть. Нет, капец как есть. Очень много пиво. Ну да, это какой-то странный молочный коктейль. Понимаете, поэтому давайте, собственно, пробовать, что нам остается. В смысле, все? Это все? Дюшес. Вообще, там много вариаций этого рецепта. Многие смешивают крем с соду, содовую, дюшес опять тоже. Но я нашел дюшес у меня тут поблизости. Поэтому мы будем смешивать с тем, что есть. Так, ну какой-нибудь красивый. Это совсем не пиво. Ну да. Почему у вас пиво? Так, единственное, единственное. Ну типа, это котецкое шампанское. Там что, шампанское? Недневной стакан, это вот этот стакан. Это, конечно, не так, как у Маринки. У нее стаканище так стаканище. У нас с вами только здоровье. Буль-буль-буль-буль-буль-буль. Соответственно, мы должны... Я когда-нибудь успокоюсь, или нет? Нет. Массу... Так, все. Массу вот эту вот коричневую мы должны... Хотя она, кстати, должна была получиться такая больше... Золотистая? Да. Мы вылетим в наш стакан. Вот теперь хватит. Ну, наверное, это вкусно. И налить дюшес, ее замешать. Вот дюшес, мне кажется, все испортит. Походу, там уже все испорчено. Как Брайн. Ну как? Ну, дюшес все исправит. Вот такой вот у нас напиток получился. Такое вот сливочное пиво. Почему это пиво? Потому что детское шампанское есть. Ну как, Брайн? Брайн, как некрасиво. Кус горелого дерьма. Вот чем нужно было гореть. В смысле? Убивать волос. В смысле, кус горелого дерьма? То есть, это проволок горелое дерьмо? Да. Волан-де-морта. Ему нужно было просто... На созвоне. Мне? Я бы ему приготовил... Вот это вот. Отрава. Волан-де-морт бы это выпил и умер. Like, easy game. В общем-то, напиток-то наполовину получился. Благодаря дюшесу? В который дюшес входит. Ну. Нихера не получился. Потому что я пережарил, переварил карамель. Она горелого вкуса. Я не знаю, как я мог проколоться на таком легком этапе. Просто, блин, сварить... Не, это сложно. Вы меня заболтали. Вот со своей маринкой, со своими макаронами. Гады вообще. Вот во всем вы виноваты все эти видео, оказывается, были. Вы меня просто заболтывали, чтобы меня ничего не было готовить. У меня молчался видео. Ты такая... Ой, блядь. Она стеклянная. Брайн не сжег свою новую кухню. Это уже плюс. Ну, то, что он немножечко же порог, мы типа уже все как бы знаем. Минус. Почему это называется пивом? Да. Я вообще не представляю. Представь, там, получается, в составе были сливки, масло. И это все мешало с газированным дюшесом. Я бы взяла какой-то коктейль. Типа молочный коктейль. Ну, почему пиво? Ну, ладно. Ну, как детское шампанское. Ну, подожди. Представь себе, ты пьешь газировку, типа лимонад и дюшес, и закусываешь это маслом. Мне кажется, какой-то гадкий вкус. Ну, типа, там же газировка вместе с молоком сладким. Ну, с сливками сладкими. Я не знаю. Может быть, конечно, это вкусно. Но, как бы, в процессе, как он описывал это все, было не очень вкусно. И внешне было, как бы, не очень. Я по ингредиентам понимаю, что... Мне кажется, невкусно. Не знаю. Даже если получилось, мне кажется, все равно было бы невкусно. Особенно с дюшесом. Блин, как-то так груша прям... Не знаю. Может, кто-то из вас, конечно, пробовал такое готовить. Потому что... Я не пробовал никто. Да нет, есть... Я всегда хотела, когда посмотрю какой-нибудь там фильм или сериал, хочется что-нибудь приготовить. Прямо из фильма бывает такое даже. Я один раз готовила... Я уверен, что никто не пробовал. Ну, вот я, я скажу, я один раз пробовала рецепт из фильма. Я когда смотрела «Игру престолов» в сериал, там был рецепт лимонных пирожных. Где-то я нашла, короче, я их делала. Они тоже получились трошки всратыми, но они получились. Они не были похожи на пирожные, были похожи на какой-то мусс странный. Ну, короче, не знаю. Мне кажется, что это была в любом случае бы фигня. Ну, пишите, конечно, как вам кажется. Может быть, это прям пища богов, мы просто ничего не понимаем. В любом случае, мы рады, что Брайан не сжег свою кухню. И что он будет дальше... И дом свой, и останется в этой квартире. И дальше будет снимать для нас, и для вас, и для всех видосики. И всем пока. Хм, неплохо, неплохо. Можно и лайк поставить. А давай еще это видео посмотрим. А может лучше это? Сложный выбор. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!